Всем привет, меня зовут Анастасия Нифонтова, я нахожусь в новом салоне Байкленд на Ярославке. Сегодня я расскажу вам про подшлемники. Они бывают нескольких типов. Бывают такой вот самый легкий, шапочка, я обычно таким пользуюсь. Есть самый теплый для непогоды, с непродуваемой такой вот шеей. И средний вариант это когда в основном защищена только шея, это уже даже без самой шапочки. И самая популярная модель это такой хлопковый подшлемник, он с небольшим количеством синтетических нитей для того, чтобы не терять форму. Потому что вы знаете, часто бывает, что используешь подшлемник, подстирал, вынул, просушил и это что-то такое похожее на смятый носок. Большое преимущество подшлемников Alpinestars именно в том, что они не теряют форму, не сминаются и вы их можете использовать не один сезон. Собственно, вот такую шапочку я использую уже действительно много сезонов. Ей вообще ничего не происходит, она чисто синтетическая, это такая сеточка. Очень удобно обычно, особенно девчонкам, когда нужно убрать волосы. Собственно, я в основном для этого подшлемника использую. Ну и зимний вариант, конечно, в нем есть специальные вставки, которые имеют функцию виндстопера, они не продуваются. И можно одевать его смело и зимой, например, даже на снегоходе. Иногда даже, кстати говоря, мотоциклетные подшлемники я использую для катания на горных лыжах. Это тоже помогает. Так что выбирайте на свой вкус, как говорится, и цвет. И по вашим задачам можно экипироваться как угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому